Уважаемые друзья, подписчики и просто зрители! То, про что вы сейчас узнаете, очень невыгодно властям и корпорациям всего мира. Миллиардеры и олигархи в жутком сне не могут себе представить, что их ждет, если люди получат дешевые ресурсы. Отнеситесь к этой информации серьезно и гоните правительственных троллей из комментариев, а тролли обязательно будут там, так как у них есть заказ от олигархов по очернению и высмеиванию всего, что может лишить этих самых олигархов наживы. Итак, к концу 20 века сбылось пророчество Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма» . Крайне монополизированный западный рынок стал загнивать, испытывать технический застой. Подлинный прогресс был заменен театральной суетой вокруг виртуальной новой экономики. Разрабатывать что-то новое и тратить на это миллиарды долларов и долгие годы — это слишком дорого. Гораздо выгоднее пришпандорить новую этикетку к старому товару и потратить деньги на рекламное промывание мозгов. Вот почему Запад, награбив в России массу научно-технических разработок, применить их толком пока так и не смог. Все очень просто — перестраивать производство под революционные технологии крайне невыгодно, ведь капиталист уже успел взять кредиты в банках, у него уже есть жестко сверстанные планы производства, под производство также жестко распланированы дилерская сеть и компании-дистрибьюторы. Ну представьте себе его состояние, когда к нему приходят некие ребята и говорят «вы тут потратили три миллиарда долларов и сделали чушь, а мы предлагаем вам вещь получше и всего за 300 миллионов». Современная индустриальная и постиндустриальная экономика состоит из мафий или по-другому корпораций. Одна делает ракеты, другая — автомобили, третья — минеральные удобрения, четвертая — бензин и т.д. Внутри этих мафий, конечно, идут свои разборки — одни мафиози отбивают клиентов у других. Но как только появляется изобретатель, который грозит сделать ненужным производство ракет, машин, азотных удобрений, бензина и т.д., как эти мафии объединяются и сжирают ненужного им гения с потрохами, перекрывая ему всякую возможность внедрять свое изобретение. И способов этого существует великое множество. Так было и есть на нынешнем распрекрасном Западе. Современные западные корпорации давным-давно стали големами, квази-живыми разумными существами, которые, состоя из десятков тысяч людей-сапиенсов, обладают своим инстинктом самосохранения. Закрывающие технологии для них смертельно опасны, и эти нечеловеческие разумы успешно борются с угрозой, затормаживая истинное развитие. Впрочем, на сегодняшнем Западе киты бизнеса просто покупают у таких умников их патенты на изобретение, и потом просто прячут их, ничего не развивая. Образно говоря, капитал платят изобретателям отступные, и это еще гуманно, ведь изобретателей все-таки не убивают. Закрывающие технологии просто не могли быть применены в условиях индустриализма, точно так же, как в рабовладельческом Древнем Риме никогда бы не появились ни паровые машины, ни механические ткацкие станки. Хотя древние, например, прекрасно знали силу пара со времен Герона Александрийского и его игрушечной турбины. А славяне и китайцы уже в начале XII века прекрасно знали и о пороховых ракетах, и о книгопечатании, и о многом другом. Индустриальные технологии уничтожали традиционную цивилизацию. Против них восставало все – обычаи, традиции, социальная система, экономика рабовладения. Но точно так же и закрывающие, чудесные технологии аннигилируют уже отжившие своё индустриальный порядок вещей, отправляя в небытие заводы-казармы с их конвейерами, с их громоздким окружением в виде дорогих электростанций и бескрайних нефтепромыслов. Капитализм – самый лютый враг технологической эпохи, и поэтому он яростно сопротивляется внедрению полезных технологий. Одна из таких технологий – BIMPT Бимпт – это одностадийная технология производства моторных топлив из сжиженного газа. Бимпт – получение высокосортных моторных топлив из сжиженного газа C3-C4 из газовых конденсатов и нефтяных дистиллятов. Краткое описание технологии Бимпт. Получение высокосортных моторных топлив по технологии Бимпт из газовых конденсатов и нефтяных дистиллятов. фракция 35-360 градусов. Не требует процессов гидроочистки, реформинга, депарафинизации, алкилирования. Процесс осуществляют в проточном реакторе со стационарным слоем циолитного катализатора серии ИК-30 БИМТ, не требующего введения водорода извне и не содержащего благородные металлы. Преимущества технологии БИМТ Уменьшение капитальных и эксплуатационных затрат за счет упрощения схемы переработки в два раза. Увеличение выхода бензина по сравнению с классической схемой переработки на 20-25%. Качество получаемых моторных топлив бензин Евро-5, дизельное топливо не менее Евро-3. Температура застывания арктического дизельного топлива не выше минус 50 градусов Цельсия. Межрегенерационный пробег катализатора 150-600 часов. Количество циклов регенерации катализатора более 40. Объемная доля фракции С-34 в газообразных продуктах более 98%. Оказывается, что новосибирские ученые придумали, как из любой нефти, даже самой грязной, получать супертопливо. И обойдется это во много раз дешевле, чем на обычном нефтеперерабатывающем заводе. Вы сами-то понимаете, что вы сделали. Теперь либо вас убить, либо всю нефтепереработку перелопатить. Так отреагировали крупные игроки нефтеперерабатывающей отрасли, когда узнали о новой технологии, разработанной два года назад учеными из Новосибирского института катализа имени Г.К. Боресского, сибирского отделения РАН. По-новосибирски нефть, в отличие от традиционного многоступенчатого процесса, перерабатывается за одну стадию. На выходе получается высокооктановый бензин и высококачественное дизельное топливо, которые удовлетворяют даже ужесточенным экологическим стандартам, недавно введенным в Европе. Но главное, производство отменного топлива по новой технологии обходится в разы дешевле, чем по классической. В чем же суть новосибирского прорыва технологии BIMT? В том, чтобы рисковцы создали уникальный катализатор, благодаря которому все светлые фракции нефти перерабатываются не по отдельности с помощью разных и очень дорогих катализаторов, а в одном реакторе. Доктор химических наук Геннадий Ячевский со своей группой смог изменить структуру циолитового катализатора так, чтобы добиться волшебного эффекта. Первые испытания нового метода прошли в 2001-м, а в 2003-м заработала опытная промышленная установка, построенная благодаря участию Краснодарского акционерного общества НИПИ «Газпереработка». Именно краснодарцы стали и участниками проекта, и площадкой для проведения технологий. Испытания показали, что установка позволяет получать и бензин с низким содержанием бензола, и зимнее дизельное топливо. Не замерзает и при минус 75 градусов. И пропан-бутановую фракцию, из которой получается сжиженный газ. Тоже прекрасное топливо. Экономический эффект вышел потрясающим. Отпала необходимость в сложных и дорогих процессах. Гидроочистки нефти, реформинги, изомеризации, алкилирование, очистки от парафина, ректификации. За счет всего этого завод на БИМТ-технологии получается в шестеро дешевле обычного НПЗ при постройке, а при использовании требует затрат в 8 раз меньше. А возможность перерабатывать даже очень загрязненную серую нефть вообще великолепно. Сегодня НПЗ с неохотой берут такое сырье на переработку. Тогда как сернистой нефти в России становится больше год от года. А еще испытатели с радостью убедились в том, что БИМТ может практически без остатка перерабатывать газовый конденсат, превращая его в топливо прекрасного качества. Патентный поиск показал, что подобной технологии просто нет нигде в мире. Однако попытки разработчиков заинтересовать крупные нефтяные компании в БИМТ-технологии окончились загадочным молчанием последних. Плюнув на гигантов, ячевские товарищи обратились к тем, кто хочет ставить перерабатывающие нефть-центры с нуля и прежде всего на труднодоступных землях. Ведь куда как выгоднее перерабатывать нефть прямо у скважины, а не гонять ее за сотни верст туда-сюда. Где? В Татарии, где нефть серниста, в Калмыкии, где она насыщена парафинами, в Оренбургской, Астраханской областях и Якутии, где много газового конденсата. И действительно, благодаря титаническим усилиям коммерческо-инновационного гения института катализа Сергея Кельдяшева, революционные технологии заинтересовались в Калмыкии. Выстроилась и производственная цепочка, куда вошли и Волгоградский завод химического машиностроения и немецкая фирма Люргии. И это понятно. Каждая BIMT-установка стоит около 6 миллионов долларов, а хороший НПЗ на классической технологии стоит уже сотни миллионов долларов. И если привычные предприятия экономически бессмысленно ставить там, где добывается меньше 300 тысяч тонн нефти в год, то BIMT рентабелен, даже если стоит у месторождения мощностью в 5 тысяч тонн нефти ежегодно. Привычный НПЗ окупается за 7-15 лет, а новая чудо-установка всего за 2 с лишним года. Примечание. Недавно власти решили строить новый НПЗ на импортных технологиях стоимостью 8 миллиардов долларов. Интересно, а если бы эти деньги да вбимпт заводы? Самое главное, что внедрение таких технологий должно привести к резкому снижению цен на топливо, а это польза для народа. Но олигархи и правительство многих стран постараются не допустить этого, так как их карманы опустеют. Поэтому они всячески тормозят процесс. Например, правительство России, выполняя заказ западных кукловодов, закрывает глаза на бимпт, словно его и нет. Создатели закрывающих технологий это еретики, гонимые везде. Их не переносят на капиталистическом западе, они опасны для элиты неокочевников, ведь их изобретения могут вывести из-под контроля хищников развитие человеческой цивилизации, могут разрушить столь милый, неокочевникам гиперуправляемый порядок. Появись эти технологии в самых широких масштабах, и весь излюбленный, зарегулированный сообществом, тени мировой порядок, постиндустриализма с разделением мира на господ и черную кость, со всеми их банками, политическими машинами, демократией и метагруппами растает как туман, как ночной кошмар в лучах рассвета. Мир снова станет подвижным, многие полетят со своих тронов, а вчерашние слуги способны стать господами. Перераспределяться потоки богатств, разрушится нынешняя табель о рангах среди стран и народов. Технологии поборют экономику, дадут человечеству шанс и надежду. Откроют врата новой реальности, манящего нейромира. Благодаря им у нас сорвавшихся в пропасть на спине раскроются крылья, и мы воспарим, а не разобьемся о камне. Помогите распространить этот ролик, поделитесь им везде, где сможете, и тогда вы хоть на капельку приблизите мир к процветанию. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.